Леонид Яковлевич, хотел спросить про Сергея Адамовича Ковалева. Наверняка вы были с ним знакомы. Что это был за человек? Мы были знакомы и даже, в общем, может быть, неплохо. Он как-то был у меня на дне рождения. В общем, водку мы с ним пили неоднократно. Значит, я бы вот что сказал. Это был очень самостоятельный человек. Вот знаете, когда мы с вами что-то делаем, мы же видим, как относятся к этому делу. И у нас, грешных, есть всегда желание, чтобы нас одобрили. Но это приятно, когда одобряют, на самом деле. Одобряют, аплодируют, восхищаются. Это очень ценно. Вот Сергея Адамовича Ковалева тоже был при этом. Он живой был человек совершенно. Но если он считал, что что-то нужно делать, вот правильно делать так, то, конечно, ему нравилось, если это одобряли. Но если это не одобряли, он все равно делал так, считал. Понимаете? Вот что важно. Не то, хочет ли человек получить одобрение или не хочет. А то, что для него важно. Одобрение окружающих или соответствие своим представлениям. Он для него был соответствием своим представлениям. Он шел своим путем. Всегда. Одобряли? Хорошо. Не одобряли? Хрен с ним. Никто не одобряет. Он остается один. Он все равно делает то, что считает нужным. И он... Это было в отношениях с властью. Это было в отношениях с товарищами. На самом деле точно так же. Точно так же абсолютно. Доводилось с ним спорить, Леонид Яковлевич? Да, пожалуй. Хотя не очень, так сказать, не очень активно. Не очень активно. Он для меня был, понимаете, он был для меня таким героем античным. Потом, когда мы уже познакомились, то... Мы познакомились в году 91-м, по-моему. Когда мы уже познакомились, то он уже был героем для меня. Понимаете? Мне как-то с ним спорить было сложно, на самом деле. Я всегда все-таки на него как-то снизу вверх смотрел. Ну, да, были случаи, по крайней мере, когда я не одобрял его действиями. Неправильными, еще какими-то. Но, конечно, такая нравственная сила была. Вообще, я думаю, что вот он, Людмила Михайловна Алексеева, Светлая память, Андрей Дмитриевич Сахаров, которого я тоже имел счастье знать. Вот эти люди, в чем их вклад? Мне кажется, в частности, в том, что они таким людям, для которых они были тем, кем они были для меня, допустим, они задавали планку. Они задавали планку поведения. И какие-то вещи было невозможно сделать. Ну, потому что Людмила Михайловна и Сергей Адамович не одобрят. Они отвернутся. Они как-то не так на тебя посмотрят. И так далее. А ради этого можно идти на что угодно. Я хочу вам напомнить сцену из романа, который, не знаю, сейчас читают ли его подростки сейчас, но мы читали и знали его наизусть. Я имею в виду «Три мушкетера» Дюма. Вот. Их вот там, уж не знаю, опять же, насколько внимательно вы читали, «Трех мушкетеров», там есть такая сцена, когда очень глубокая, на самом деле. Дюма был очень талантливый писатель. И писатель, действительно. Когда кардинал Решилье приглашает Д'Артаньяна к себе неожиданно. И объясняет ему, сколько было случаев, когда он бы уже потерял голову, если бы не защита кардинал. И дальше кардинал предлагает ему перейти на службу в свою гвардию. Причем с очень большим повышением, сразу офицерской патентом и так далее. И говорит ему, вы же приехали в Париж, потому что продать шпагу. Вы хотите денег, карьеры. Я вам все это даю. Отлично. И Д'Артаньян, в чем вот глубина от Дюма, Д'Артаньян готов согласиться. Он готов согласиться. Потому что он сильно хочет денег, карьеры, безопасности. Хочет иметь могучных покровителей. Все, замечательно. А потом он не соглашается. Он отказывает от кардинала. Помните почему, нет? Нет. Нет. Он, его друзья, Атос Партос Арамис, с товарищами стоят у трех выходов из дворца кардинала, чтобы если Д'Артаньян придет в тюрьму, Атос отбить коррект. В принципе, он меняет Атоса. И он понимает, что Атос не подаст ему руки. И это для него важнее. Деньги, карьеры. Чего он хочет. Деньги, карьеры. Безопасности, жизни. Чего угодно. Чего угодно. Потому что вот есть этот человек, Атос, который для него вот такой человек. У меня были такие учителя. Мне очень повезло с ними. Вот я уже говорил, что я не вступил в партию одним из людей, который сделал для меня невозможным. А я был единственным преподавателем на конференции социальных психологов, которые были невозможным партией. Я для меня еще единственным евреем. Меня очень уговаривали. Меня очень доверили, чтобы я вступил в партию. Так вот, значит, один из моих учителей был такой, который... Мы уже жили в Москве, а он из Питера. Я начал учиться в Питере. Он когда приезжал, он остановился у нас. И мы собирали круг молодых психологов, которые приходили к нему. А он был очень знаменитый как психолог. Выдающийся был человек. И однажды один из тех, кто бывал в нашем доме, вступил в КПСС. Он ничего другого плохого не сделал. Он в КПС вступил. И мы думали, звать или не звать его. Решили на всякий случай не звать. И потом Лев Маркович, вот наш покойный учитель, мой и моей жены, сказал, что хорошо, что вы его не позвали. Мне было тяжело с ним. Вот. Вот это было понятно. Вот нельзя. Лев Маркович не отдохнет. Понимаете? Ну, там Лев Маркович был для, там, какого-то группы своих учеников таким авторитетом. А Сергей Адамович был таким авторитетом для тысяч, десятков тысяч людей. Вот. Это очень важно, на самом деле. В этом смысле их уход не восполнен. Просто не восполнен. Я не вижу, боимся, я не вижу человека с таким же влиянием среди неживущих. В России, по крайней мере. То есть, на самом деле, нет достойных людей. Очень много. То есть, да, я их знал. Для меня они важны. Да, их одобрение для меня важно. Вот. Но такого масштабного влияния, я, пожалуй, не знаю. Людмила Михайловна была такого масштаба человеком. И, возможно, я думаю, что тоже. Сегодня мы не можем. Людмила Михайловна. Субтитры создавал DimaTorzok